Ну и, так сказать, в качестве продолжения нашей программы у нас замечательная интерактивная сессия. Круглый стол. Ну или не стол, или не очень круглый, но посвященный безопасности интернет-сервис-провайдеров. Ведет его Артем Гореченков из Куратор Labs. Собственно, сейчас вам поставят стулья. Я отдам микрофон. Да. Пока можно представить участников. Потихонечку выходить на сцену. Благодарю, Александр. Пока выставляются стулья. Давайте попрошу участников на сцену. Давайте мы представимся и потом уже начнем содержательное обсуждение. Да, мы переходим на разговорную улицу. Давайте я начну с себя представляться. Меня зовут Артем Гореченков. Я уже порядка 10 лет занимаюсь мониторингом безопасности сетей. Конкретно последние 7 лет распределенными атаками на отказ в обслуживании или ДДОС-атаками. Что, соответственно, эта тематика находится на пересечении обычных сетей и обычной безопасности. Поэтому периодически я смотрю то в одну сторону, то в другую сторону. И периодически у меня собирается некоторая сумма знаний, которую, собственно, хотелось бы сегодня, может быть, обсудить, дополнить. Именно с этой целью я хотел собрать и собрал такое несколько экспериментальное событие, как обсуждение безопасности в интернет-провайдерах. У нас планировалось 5 участников, но, к сожалению, один, видимо, не смог прибыть. Поэтому мы сейчас, по крайней мере, начнем в таком составе. Алекс, передаю тебе слово. Окей. Да, Алексей Смирнов, эксперт ассоциации «Открытая сеть». Отлично. Значит, соответственно, еще у нас есть Александр Азимов, который вчера уже выступал здесь. Александр Азимов, последние уже много лет являюсь архитектором сети куриторации «Куратор», а также сороковательный проект «Радар», занимающийся, собственно, анализом и выявлением аномалий на уровне BGP маршрутизации. Благодарю. И Влад Воронков, компания Digital Security. День добрый. Я Владислав Воронков, Digital Security. Конкретно я занимаюсь безопасностью веба, но наша компания занимается безопасностью всего. Отлично. Первый вопрос, который хотелось бы обсудить. Отлично. И у нас еще есть один участник, собственно, ради которого у нас и будет перевод. Итак, первый вопрос, который хотелось бы обсудить здесь, состоит в следующем. Начнем с того, что в сентябре 2016 года USCERT издал документ с рекомендациями для интернет-провайдеров, который был сосредоточен конкретно на угрозах, связанных с уязвимостями в сетевом оборудовании. То есть там конкретно перечислялись SINFULKNOCK и JETPLOW. Выдавалась рекомендация, что в последний, следующий год-два угроза уязвимостей в сетевом оборудовании превращается в то, что называется Advanced Persistent Threat. То есть становится постоянной, непрерывной. Уязвимости будут постоянно обнаруживаться в таком оборудовании. Хронология дальше подтверждает выводы CERTA и даже USCERTA. И может быть даже усугубляет их, потому что спустя где-то 10 дней обнаруживается уязвимость нулевого дня в PIX, в IOS, в Cisco, в BNIN-сортен. Соответственно, в октябре аналогичная уязвимость находится в оборудовании Juniper. В марте и в мае в очередной раз обнаруживаются уязвимости в оборудовании Cisco. И в общем, это даже не говоря уже про вендоров вроде Microtec, Huawei, уже более домашнего уровня. Даже вот такие вот фундаментальные вещи. Я прежде всего хотел бы спросить Влада, поскольку, Влад, компания Digital Security, насколько в курсе занималась этой проблемой. Я хотел бы с тебя начать. Вот можешь как-то прокомментировать, что вообще происходит? То есть откуда такой интерес и что вообще происходит сейчас с сетевым оборудованием? Откуда столько проблем с ним в последнее время? Ну, прежде всего хочу сказать, что уязвимости были всегда и будут всегда. И не только в сетевом оборудовании, а вообще глобально. А конкретно уязвимости Cisco, вероятно, в последнее время всплывают потому, что сетевое оборудование всем интересно. Cisco – это очень большой поставщик оборудования. И о них слышно больше всего, об уязвимостях конкретно в Cisco по сравнению, например, с домашним каким-то оборудованием, хотя оно тоже все по головному уязвимо. Коллеги исследовали JetPlow. Это такой буткит для Cisco, который опубликовал Shadow Brokers. То есть представляет он собой некий имплант, который встраивается в прошивку и перехватывает ее функции, позволяет удаленно управлять маршрутизатором путем отправки UDP пакетов зашифрованных так, чтобы это было не видно. То есть маршрутизатор не прослушивает никакой порт, удаленно невозможно обнаружить просто так, что устройство как-то заражено. И что примечательно, этот имплант устанавливается не только удаленно на какие-то взломанные устройства, но и просто уже поставляется с этим имплантом. То есть, насколько я понимаю, NSA физически перехватывала какие-то поставки роутером и устанавливала на них имплант, потом запаковывала это заново все в коробку, чтобы было не отличить от оригинальной упаковки и отправляла его дальше. Собственно, работа, которая была проделана в JetPlow, она фундаментальна, потому что у Cisco очень много операционных систем, очень много архитектур, и большинство из них поддерживались как раз в этом импланте. Коллеги мои сделали дополнение к этому импланту. На платформе Cisco, которая не поддерживалась им, они, в общем-то, проделали практически ту же работу, которую проделали и создатели этого импланта, только для другой архитектуры, собственно, показав, что это невозможно, и что какой-то ограниченный круг лиц, по-моему, их там было 4 исследователя, вполне могут сделать то же самое. То есть, вот это оборудование, которое, ну, то есть, годами мы считали, что это какое-то, вот оно есть и функционирует, да, то есть это не то, чтобы какой-то там, ну, понятно, что там сложный софт, да, но, то есть, у него просто те же самые проблемы, что и у обычного, того, что мы можем там, серии поставить на обычный компьютер, какого уровня там проблемы? Проблемы там того уровня, что нет какой-то верификации на самом низком уровне прошивки. То есть, вообще технически у нас существуют уже достаточно давно методы различной верификации, в основном они используют ТПМ, это Trusted Platform Module, в случае с обычными компьютерами, это специальное устройство, железка, которая либо распаяна на материнской плате, либо вставляется просто в нее. И сама по себе она достаточно простая. BIOS передает ей все измерения, вообще абсолютно всего, что загружается на компьютере с самого момента загрузки. И это устройство может хранить в себе какие-то ключи шифрования, которые доступны, только если все хэши загруженных модулей с момента загрузки компьютера совпадают. Насколько я знаю, если и применяется такой подход вообще в embedded устройствах, и в том числе в роутерах, то таких устройств очень немного. И, собственно, такие импланты возможны из-за того, что доверенной загрузки с самого начала момента загрузки нет. И вот этот имплант является буткитом, то есть он встраивается фактически в BIOS или аналог BIOS на роутерах и других портативных устройствах и просто перехватывает какие-то функции прошивки, которые работают уже на более высоком уровне, с низкого уровня. Что удивительно, потому что даже, например, на смартфонах модуль доверенной загрузки совершенно обычное дело. Да, действительно, на смартфонах, на современных он уже есть. И в основном, как я полагаю, его так продвинули, потому что все хотят делать платежи со смартфонов. Спасибо. Я, наверное, хотел бы пару слов от участников. Rick, starting with you. Что эта ситуация, вот эти новости, означают для обычного ISP, то есть какие меры он должен или не должен предпринимать. То есть это вообще угроза, по которой стоит переживать, что-то с ней делать. Или это, ну, что-то, что просто вошло в моду и пройдет. What do you think? Прежде всего, я извиняю за то, что я говорю по-английски. Спасибо за то, что мне предоставили возможность говорить. Вчера я наслаждался просто вечером, наслаждался вашим гостеприимством. Вы говорите о специфических... То есть это как какое-то заражение, заражение программного обеспечения. Ну, как я хочу сказать, что вообще-то в этой сфере происходят определенные улучшения. Существуют определенные чипы, определенные импланты, которые вы используете для того, чтобы предотвратить возникновение таких атак. И Денис говорил о определенном механизме, который помогает предотвратить возникновение подолженной ситуации в будущем. Но я хочу сказать следующее. Вы задали вопрос, что делает АЭС-ПИС. Моя перспектива достаточно абстрактно выглядит. Я думаю, что каждый ваш клиент, абонент принимает самостоятельное решение. У нас существует серьезная цепь, доверительная цепь. Вы видите все, ребята. Вы доверяете операционной системе. Это такой тонкий и изящный деликатный баланс. Вы можете улучшить опыт ваших пользователей. Например, продвигая СИПИ-девайсы. Но также я человек, который занимается ДНС. Некоторые диджей вопросы. Я не говорю, что действительно происходит шпионаж в отношении трафика абонентов. Но если мы видим инфекцию до того, как она заражает все остальные устройства, и поэтому ДНС-запросы всегда обрабатываются, если мы говорим об том или ином домене. Я не работаю для конкретного какого-то АЭС-ПИС. Но мы применяем определенные меры, чтобы отличить наши услуги от других услуг. Например, мы стремимся, чтобы поставить безвирусное программное обеспечение и контролировать обновление любых СИПИ. все больше и больше происходит увеличение трафика. И люди, может быть, здесь, в комнате, могут сказать, пожалуйста, мы не хотим, чтобы вы прикасались к нашим вот этим вещам. Но я думаю, что если мы установим доверительные отношения, доверительные отношения во всей цепочке всех вовлеченных участников, то мы улучшим наши показатели. И я хочу опять сказать, что на уровне АЭС-ПИ мы можем серьезным образом уменьшить существование тех проблем, которыми мы сталкиваемся сейчас. Что ты думаешь? Да мне, в общем, нечего добавить, потому что я полностью согласен с этими тезисами. Действительно, если существует некая общая точка, в которой можно использовать дополнительные возможности, и во благо, если мы придумаем как, или во вред, если мы не будем уделять этому должное внимание, точнее, за нас кто-нибудь будет использовать это во вред, то, разумеется, всему этому нужно уделить специальное внимание. Спасибо. Еще? Дари? Да, Саша. Я бы, наверное, не то чтобы поставил бы вопрос моральный, но немножко перевел его в другую плоскость. Здесь, на мой взгляд, есть двойная проблема. Ну, вот сама по себе есть проблема уязвимости, хорошо, но есть еще проблема отношения, типичное отношение оператора связи. Во-первых, он не в курсе, во-вторых, он считает, что это его не касается. И в-третьих, когда это коснется, он будет это отрицать. То есть, и то, что он отрицает, это на самом деле как бы мешает другим осознать, что эта проблема придет к ним завтра. Все будут отрицать. И производители сетевого оборудования отрицали до последнего. Я помню, я помню, что когда появлялись вот эти вот первые исследования проблем с безопасностью в маршрутизаторах ЦИСК, ЦИСК выпускал все рекомендации по безопасности, по обновлениям, упоминая уровень опасности, как один авобсервис, хотя там было удаленное исполнение кода. И они перестали это делать только после того, как были опубликованы эксплойты, которые, собственно, подемонстрировали, что это никакой не динайвов сервис, и проблемы гораздо более неприятные. Я хочу здесь добавить еще один пример, когда уязвимость не является свойством операционной системы или железа. Уязвимость является результатом настройки. И простейший пример, именно близкий к операторам связи, это открытый 179-й порт, который открыт наружу и радостно общается со всем миром. К чему это приводит? Я вот смогу своего ноутбука убить этот маршрутизатор. Вы думаете, таких маршрутизаторов у вас мало? Я очень вас разочарую. И то, что вы как бы не проверяете их и не считаете, что, опять же, к вам эта проблема не придет, она приходила. Опять же, те операторы, к которым она приходила, они исправили, но, опять же, никому об этом не сказали. Очень неприятно признавать, а после, что проблема была в том, что вовремя не были приняты меры. Лучше принимать их заранее. Мы еще поговорим, найдем время сегодня, чтобы поговорить об awareness, то есть вовлеченности операторов в процессы безопасности. Я хотел бы сделать небольшой анонс. У нас сегодня в секции лайтнингов будет 5-7, может быть, максимум 10 минутный короткий доклад как раз про проблемы, связанные с развертыванием программного обеспечения и оборудования у сервисных провайдеров и у операторов связи. Очень интересный лайтнинг. Приходите, послушайте. Просто замечательно. Он образовался в последнюю минуту, и я очень рад, что он у нас будет. Но вот какой у меня вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам вовлеченности интереса операторов. Смотрите, соответственно, мы сейчас находимся в ситуации, когда мне не нравится слово advanced persistent threat. Определение этого понятия – это если проблема безопасности, угроза, является не случайной, а непрерывной. То есть к ней приковано внимание злоумышленников. Я не буду останавливаться на том, почему мне очень давно, 5 лет уже, сколько я слышу, не нравится этот термин, потому что он на самом деле с такой вот ассоциативной точки зрения, он очень хорошо действительно иллюстрирует ситуацию. Вот о чем хотелось бы поговорить. В ситуации, когда у нас приковано внимание аналитиков безопасности, злоумышленников к сетевому оборудованию. В принципе, мы уже примерно 15 лет назад, 10-15 лет назад в одной из областей находились в примерно одинаковой ситуации, и там есть очень хороший пример. Были две компании, я думаю, все в зале о них знают, потому что одна называется Microsoft, другая называется Adobe. Они входили в 21 век примерно с одинаковыми проблемами безопасности. Adobe тогда еще входил как макромедиа, потом он перекупил флэш. Прошло 15 лет. Что мы видим? Microsoft за это время исправил свои проблемы безопасности, ну, по крайней мере, сделал их намного меньше, учитывая распространенность семистой операционной системы Windows, та работа, которая была проделана с SDL, с огромной документацией по решению безопасности, и нужно понимать, что действительно проблемы безопасности у Windows снились до какого-то уровня уже осязаемого. На другой чаше весов у нас имеется Adobe Flash, который не то, что стало хуже, стало просто хуже на порядок, потому что это программное обеспечение уязвимости нулевого дня, в котором обнаруживается практически каждый день нулевой, ну, практически, да, каждой неделе точно, постоянно обнаруживается уязвимость, никаких процессов безопасности нет. Я хотел бы спросить у участников дискуссии, какие может быть меры со стороны операторов связи, со стороны, собственно, заказчиков, кастомеров этого оборудования могут быть предприняты, чтобы все-таки, по крайней мере, большие вендоры, как Cisco, как Juniper, они пошли по пути все-таки Microsoft, а не Adobe. Как мы можем сдвинуть их на этой железнодорожной стрелке? У кого, может быть, какие идеи есть по этому вопросу? Ну, не покупать проблемное оборудование, следить за репутацией, я боюсь, что тут больше ничего невозможно сделать. То есть... Голосовать рублем, то есть? Да, голосовать рублем, потому что я не вижу других инструментов воздействия при текущей ситуации добиться от вендора какой-то ответственности за поставляемое решение, ну, примерно невозможно. И, в общем, даже... Это тема для отдельной дискуссии. Хорошо ли это, что это невозможно, потому что попытка ввести эту ответственность может иметь другие последствия и приведет к системным проблемам с разработкой, но на настоящий момент единственное, что можно сделать, это следить за репутацией и не покупать у тех, кто делает плохо. А для этого нужно, чтобы со стороны заказчика, со стороны оператора было понимание того, что эти проблемы значимы и что это нужно учитывать, выбирая поставщика решения. То есть не только цена и производительность имеют значение. Спасибо. Есть желание, видимо, из зала выступить одному из производителей. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Тут небольшие комментарии, еще из зала было, если кто не слышал, что, значит, сейчас производители вендора находятся в стадии отрицания, нужно передвинуть их в стадию гнева и потом уже вот дойти до принятия. Да, прошу прощения. Еще раз представлюсь. Меня зовут Павел Колесников. Я сейчас не могу сказать, что я представляю компанию Huawei. Я работаю в компании Huawei, поэтому это не официальная позиция компании Huawei. До этого я работал в компании Cisco Systems, как это ни странно. До этого я был одним из как бы золотых партнеров компании Cisco. До этого я работал в центральном банке и был ответственен за сетевую, в том числе безопасность. Поэтому у меня достаточно большой спектр опыта. Я, во-первых, могу сказать совершенно вам точно, что любой производитель оборудования делает все возможное, что в их силах с точки зрения безопасности. Компания Cisco, компания Huawei, компания Juniper имеет очень серьезные процессы внутри для того, чтобы избежать уязвимости нулевого дня или сделать какие-то закладки. То есть закладки вендоры не вкладывают. Это совершенно точно. Вы можете смеяться, можете не смеяться. То есть я знаю точно, какие внутренние процессы происходят внутри компании. И могу вам совершенно точно сказать, что все эти процессы делаются совершенно строго. Никто в этом не сомневается. Я хотел бы сказать, что вы все время говорите о злоумышленниках на сцене. Проблема в том, что последние уязвимости все, которые всплыли, они всплыли после опубликования кода, который был сделан злоумышленниками. Не совсем. Скорее нет. Скорее людьми, которые являются основой, то есть это государственные какие-то учреждения. И тут надо немножко поменять, да, вектор. То есть государство, государственные службы, государственные какие-то компании были наняты для того, чтобы это сделать. Имеет ли значение, кто нашел уязвимость? Мне кажется, что в данном контексте не очень. Кто нашел уязвимость, это не важно. Важно, кто делал эксплуатацию этой уязвимости и делал, если какие-нибудь попытки предотвратить это. Наоборот, более того, это скрывалось. Да, я согласен, что это совершенно недопустимая ситуация, что это скрывалось, но, во-первых, к сожалению, мы вряд ли что-нибудь можем с этим поделать. Способов воздействия на государственные власти. Это просто изменение вектора. Совершенно другое изменение вектора. Ресурсы, которые есть у злоумышленников, криминальных групп, ресурсы, которые есть у государственных структур, это совершенно разные. В данном аспекте я позволю себе не согласиться, что, собственно говоря, нам как раз подемонстрировали коллеги из Digital Security, которые воспроизвели сделанную Агентством Национальной Безопасности работу. Рик, do you want to step in? Say something? Sure. Да. Я полностью согласен с Алексом. Я не думаю, что мы четко понимаем, какое может быть найдено решение, но мы четко понимаем, какая есть проблема. Безусловно, ведутся обсуждения и разговоры по этому поводу. И мы стараемся найти решение и найти решение, которое связано с возникающими вирусами. И некоторые дискуссии пугают с точки зрения этого оборудования. и Microsoft, и оборудование, мы его в своей деятельности тоже используем. И я не хочу нести какую-то ответственность высокого уровня. И то, что мы обсуждаем на разных заседаниях, посвященных государственной безопасности, высказываются разные идеи. И, может быть, те, кто готовят программное обеспечение, должны нести эту ответственность за эти проблемы с вирусами. Разработчики, потому что это по-своему убивает инновации. И поэтому я согласен с Алексом, что это достаточно сложный выбор, но нужно следить за репутацией, нужно смотреть на репутацию этих компаний при выборе оборудования. Вот все, что я хотела дополнить в этом отношении. Спасибо. Не вопрос. Викторий, пожалуйста, поднимите руки, кто работает в операторе связи или в сервисном провайдере. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто то, что называется Information Security Aware, то есть постоянно обновляется и так далее. Ага, замечательно. Так вот у меня вопрос. Говоря о том, это все замечательно, когда мы говорим, что провайдеры должны, операторы должны уделять много внимания вот этому обновляться. Вот вопрос же в том, что как организовать этот процесс? То есть имеется в виду, что вот из серии, например, из-за нулевого дня может быть опубликовано, например, в 3 часа ночи по Москве, и в 6 часов утра уже ходят эксплойты. То есть вообще какой-то инструментарий для этого может быть? Влад, может начнем с тебя? Как ты думаешь? Какой инструментарий вообще можно использовать, чтобы сделать это без боли в пятой точке и каким-то образом безопасить свою сеть может быть малой крови или малой крови нельзя? Я не знаю. Честно говоря, я хотел бы сразу задать еще один вопрос. Почему не устанавливаются обновления? С этим до сих пор какие-то проблемы? Насколько я знаю, по крайней мере, раньше часто люди использовали вот в случаях каких-то роутеров один образ, эталон, потому что там в предыдущих версиях прошивки что-то работает некорректно, в последующих версиях прошивки что-то другое работает некорректно, и они используют вот именно этот образ, потому что там все ожидаемо. Это до сих пор правда и из-за этого не обновляются или какая причина? Или сейчас уже никаких проблем нет, чтобы установить просто последнюю версию прошивки и все нормально? Я так понимаю, что то есть вопрос о регрессионном тестировании на самом деле. Вот крупные вендоры его сейчас делают? Да. Конечно, делают, но я компанию Крософт. Я отвечал за поддержку компании Майкрософт МТС и все обновления, которые мы пытались сделать, они должны были обязательно проходить согласование, тестирование и только после этого можно внедрять на большой сети. То есть у крупных вендоров этой проблемы нет? Нет, крупные вендоры делают процесс тестирования и выпуск экстремальных патчей. Но внедрение вот этих патчей на любой сети продакшн требует значительного процесса согласования. Будь это Мегафон, Теле2, МТС, любой крупный оператор не позволит ставить ночью какие-то патчи. Риски получить ауточ как бы в результате этого апдейта выше, чем риски того, что это будет использовано. Я бы хотел задать как раз вам еще вопрос, как вот собственно человек с большим опытом работы в производителе сетевого оборудования. Сейчас проблемы, я бы сказал, что практически ее не существует, но она существовала достаточно долго. Я бы хотел узнать, сколько времени ее решение заняло на оборудовании ЦИСК. Видимо, вы там в это время работали. была проблема с рекорд раут IP options. Когда в ICMP можно поставить собственно опцию, которая заставляет в сетевое оборудование прописывать свой IP-адрес в IP options. Проблема была в том, что реализация вот этой собственно записи происходит не на чипе, а уже на цифрушке и соответственно в свое время все сетевые устройства в мире были для этого уязвимы. И более того, лечение заняло не месяц, не два, а годы. То есть как бы да, уязвимость была и несмотря на то, что она была критической, превратила в denial of service actually. То есть у крупнейших производителей оборудования ее лечение заняло годы, правильно? Основная задача не навредить. То есть любой патч не должен вызвать проблемы массовые по всему миру. И плюс я хотел бы добавить, ну если вы, например, крупный оператор, то у вас может быть с вендором договоренность о том, что они в рамках специальной программы поддержки возьмут ваш талонный область и больше ничего там не трогая прикрутят туда патч безопасности, протестируют. Абсолютно. Что делать тем, у кого несколько менее шикарные условия? Я постараюсь ответить на тот вопрос Темы, который он задавал собственному нашему коллеге. Что делать? Мое мнение простое. Прятать. Прячьте ваше сетевое оборудование. Сделайте так, чтобы его было или невозможно, или практически невозможно найти. И тем самым вы решите по камере часть своих проблем. Часть, потому что в принципе на данный момент внутренняя инфраструктура она же тоже exposed. Безусловно, я сказал, часть проблем, но по камере вы не будете как называется подставлять себя. Да, и если вдруг случится уязвимость в обработке транзитных пакетов, то не спрячешь. Это очень удачное замечание на самом деле, потому что много уязвимости, которые находят в последнее время, они затрагивают только какие-то внутренние вещи, внутреннюю инфраструктуру. И если провайдер предоставляет доступ к Тильнет или к СССР интерфейсу извне на свои маршрутизаторы, он сам виноват. То есть не нужно обвинять исключительно поставщиков устройств, но тут еще именно провайдеров есть отчасти. Спасибо. До нас дозвонился телезритель из Франции, Павел Лунин. Да, Павел Лунин меня зовут. У меня такой вопрос, комментарий. Вообще слушая, о чем вы сейчас говорите, у меня сложилось ощущение, что с точки зрения оператора связи главным риском с точки зрения безопасности является отказ в обслуживании. Вообще говоря, интернет ни с точки зрения конфиденциальности, ни с точки зрения интегрити, целостности данных никогда не являлся доверенной средой. Если мы получаем пакет, никогда не было гарантии, что этот пакет не прослушан или не модифицирован по дороге и что он действительно получен от того хоста, который стоит в адресе этого пакета. И сегодня для оператора связи ощущение такое, в том числе того, что вы говорите, самый большой риск это не доставить пакет от Google к пользователю или от пользователя к Google. А все остальное все равно. Даже если этот пакет кто-то по дороге прослушал или кто-то его изменил, да пофиг. И поэтому, когда мы апгрейдим софт на марштизаторе, мы боимся больше всего, что мы что-нибудь сломаем и не сможем доставить пакет до пользователя, а не что что-нибудь утечет или кто-нибудь прослушает или кто-нибудь модифицирует. Ну, на самом деле я не могу не вспомнить, что Snowden упоминал программу NSA, которая в частности занималась таргетированной доставкой эксплойтов на уязвимые системы. Вот ты заходишь в интернет и персонально тебе дают что-то сломать твой компьютер. Я хочу тоже ответить вопрос. Крупные операторы, которые представляют свои услуги в качестве SLA прописывают что время собственно которые там они обязываются что все пакеты будут доходить и у них не будет проблем Б задержки. То есть как бы это два пункта которые являются основными для операторов связи для именно услуг IP транзита. И я не могу не давать что все-таки с точки зрения бизнес-рисков оператора то что кого-то из его пользователей сломают это гораздо менее значимая неприятность чем отказ в обслуживании непосредственной угрозе бизнеса. Ну или приводящее к тому что у него начинает деградировать сервис и он да там все доступно но задержки увеличились и SLA он не выполняет. спасибо если уж мы так переходим от разговора от доступности давайте поговорим действительно про надежность передачи у нас сейчас в аудитории более того на сцене один из крупнейших специалистов по DNSSEC в транспортной доступности Рик Ричард сегодня еще будет доклад на эту тему я знаю но может быть вот в паре фраз буквально в чем сейчас проблемы с внедрением DNSSEC почему мы не можем его развернуть для того чтобы сделать сеть безопаснее вот прямо сейчас быстро то есть какие-то буквально пара пунктов если есть основных если бы я мог ответить на этот вопрос в двух словах то у меня не было бы вообще работы основная DNSSEC это CDN я не буду говорить о каких-то других моментах DNSSEC защищает нас от того чтобы мы обманывали вас CDN большинство из них и даже внутри больших более больших организаций я бы сказал это первая причина почему вторая причина это опять же Камкаст хороший пример они применяют DNSSEC большое LSB они имеют дело с инфраструктурой крупных клиентов но в некоторый определенный момент правительство или например как в Москве или где-то еще они применяют DNSSEC неправильным образом и люди испытывают большие проблемы и существует что определенные что организации такие как НАСА они просто напросто следят это серьезная проблема и моя работа заключается в том чтобы продвигать эту систему и с каждым разом становится все более сложнее поскольку система сложная и существуют еще другие системы которые основываются на функционировании системы DNSSEC Дело в том что в последние годы операторы связи сделали очень многое для безопасности только они делали это они не знали что они делают это для безопасности а именно ввиду того что многие операторы связи научились и полюбили подменять рекламу в открываемых сайтах провайдеры рекламы крупнейшие провайдеры рекламы начали внедрять HTTPS и стимулировать HTTPS нет нет мне продолжать вот то есть вопрос в том что если у нас шифруется в принципе end-to-end HTTPS то вот ниша DNSSEC она как в связи с этим растет или сохраняется или уменьшается то есть эти процессы параллельны или взаимосвязаны то есть вот этот HTTPS everywhere постоянное внедрение TLS у меня был график я его к сожалению с собой не принес согласно телеметрии Firefox примерно за последний год число шифрованных сайтов в интернете выросло примерно раза в два да то есть в принципе даже при отсутствии DNSSEC при этом нельзя сделать MIT потому что сертификат доверенный его поделать невозможно можно кстати но об этом мы вряд ли уже успеем поговорить поэтому у меня вопрос такой то есть вот эти процессы внедрения DNSSEC они как-то поддерживают друг друга или мешают друг другу вот такой вопрос и сразу у меня в догонку вопрос раньше был микрофон раз раз слышно раньше был Tain DNSSEC это такая технология которая позволяла в качестве HTTPS сертификата использовать сертификат прямо из записи домена и раньше она поддерживалась в хроме но уже давно ее убрали какие причины есть ли какой-то выход чтобы ее заново вернуть и чтобы могли системные администраторы использовать свои сгенерированные сертификаты без каких-то доверенных центров ну кроме корня подписи DNSSEC и мне кажется это бы сильно повысило распространенность его то есть переложить проблему с операторов на системных администраторов и пользователей скорее прекрасный вопрос они параллельные я бы сказал я вернусь назад к началу нашей декорации DNSSEC и сертификаты они параллельные сертификаты и это прекрасно SSL это все что есть у нас прекрасная идея однако DNSSEC я все еще верю я искренне верю то что предоставляет нам параллельные треки это определенные определенные сертификаты это определенная доверительность необходимо быть полностью открытым в этом отношении это не просто система безопасности DNS причина почему я здесь и почему я до сих пор занимаюсь этой проблемой нам предоставляется возможность доставить ключи и внедрить другие моменты другие вещи в DNS необходимо поставлять и доставлять все безопасным образом например имейл например в Соединенных Штатах мы пытаемся предоставить и распространить безопасную конфигурацию я думаю что эти два момента они дополняют друг к другу SSL TLS и другие системы но как вы сказали в своем вопросе иногда очень сложно разделить эти системы потому что все TLS все SSL мы говорим о вопросах безопасности ну например давайте зашифруем и получим сертификат сертификат но на самом деле для этого не требуется большое количество верификации и валидации от владельца любая опция может быть совершенной отрицать определенную привлекательность подхода чем улучшить то есть чем менее безопасный у нас интернет тем более безопасный у нас интернет то есть чем больше мы наблюдаем попыток ввешаться в трафик который нам не нравится тем больше у нас возникает механизмов этого воспрепятствовать но все же не всегда это хорошо мы уже совсем выбиваемся из графика у меня просьба к участникам дискуссии пожалуйста вот буквально в 20-30 секундах последнее слово то есть одно может быть самое главное что на вас наш взгляд самая главная проблема или наоборот действия которые должны операторы предпринять с точки зрения безопасности вот в ближайшее время и в следующие годы Рик starting with you пожалуйста сделайте так чтобы люди верили вам займите верительное место в вашей экосистеме для того чтобы они доверяли вам что вы их можете защитить от атак или от других попыток войти в систему несанкционированную у меня свой своя тема которая которая меня в данном контексте интересует мне очень хотелось бы видеть операторов в качестве источника информации то что вот сейчас делается к сожалению практически полностью средствами ДНС хотелось бы чтобы существующие средства анализа трафика которые у операторов так или иначе уже есть поменялись для сбора какой-то глобальной картины по безопасности и тем самым помогали предупреждать инциденты создавать ситуацию в которой мы имеем общую картину того что происходит достаточно странно что в Ереване был доклад на эту тему а тут нет было бы интереснее наоборот но что уж поделать Саша на мой взгляд на мой взгляд собственно два пункта гигиена собственности и мониторинг того что происходит во вне сети альтернативы этому фактически не существует Влад мониторинг всего абсолютно реагирование на инциденты и не ставить безопасность ниже доступности они должны быть на одном уровне и завершая вот то что мне кажется очень важным что мы говорили вчера если кто не был то посмотрите запись мы говорили о том что например BGP и TLS это технология которая одна не является безопасной пока не является безопасной другая проблемы с оборудованием проблемы с безопасностью DNS это все совершенно взаимосвязанные вещи поэтому хотелось бы наверное видеть что операторов и других участников рынка которые не имеют фокус на одной точке которая постепенно вот шаг за шагом как Франциск Асиский вспахивает свой огород во всех направлениях потихоньку хотелось бы видеть постепенное движение и я надеюсь что может быть благодаря последним новостям мы действительно к этому приблизимся похоже у нас у всех сидящих здесь на сцене есть примерный консенсус что же мы хотим от операторов остается маленький технический вопрос как сделать это интересным операторам с точки зрения бизнеса чтобы они пошли нам навстречу и это это будет видимо тема следующего круглого стола а сейчас небольшой анонс или ты скажешь у нас сейчас по плану в этом зале значит снаружи будет кофе но вы туда не ходите потому что у нас по плану сейчас церемония подписывания ключей GPG PGP так что те кто записывался в кейринг пожалуйста оставайтесь здесь мы сейчас продолжим ну давайте поблагодарим аплодисментами участников панели я хочу вам напомнить что ЕНОК это в первую очередь общение поэтому общайтесь с коллегами в кулуарах и коллеги я настоятельно рекомендую пообщаться вот с этим замечательным американским туристом не так часто он бывает в России вот смело задавайте вопросы если они у вас есть по поводу DNSSEC в принципе участники дискуссии не расходятся то есть мы остаемся здесь по крайней мере еще на одну пленную сессию вроде бы все так что да беги-беги так что если есть вопросы то подходите спрашивайте я напоминаю что мы ждем фидбэк про ЕНОК на сайте что у нас есть замечательный телеграм-канал и неофициальная а может быть и официальная группа в фейсбуке нам очень важно ваше мнение увидимся в следующей сессии